Всем привет, друзья! И вот у нас первая закупочка Майя из магазина FixPrice. Эти покупки меня настолько порадовали, настолько много вызвали эмоций. В этих покупках я осуществила свою хотелку, которую я искала, наверное, в течение месяца. Так что я довольна безумна. И давайте приступим к обзору наших покупочек. И с чего я хочу начать? Это, как всегда, вот с такого кофе. Я уже говорила не раз, что кофе обалденный. Это кофе черная карта, молотый для заваривания прямо в чашке. Беру я его только в магазине FixPrice. Дешевле нигде нету. Аналогичное кофе в Магнитах, в Пятерочках, в других продуктовых магазинах. Стоит намного больше, в районе 200 рублей. Редко, когда бывают акции, стоит где-то 130-140. Дешевле, чем в FixPrice, и нету. Качество обалденное. Натуральный кофе. И вот лично я только с него могу проснуться. Вот такая я. И в этот раз я взяла целых три пачки, чтобы уже полностью запастись, чтобы каждую неделю не бегать и не закупаться кофем. Потому что я заедлый кофеман, и я уже стала наркоманом. Без кофе я не могу. Следующие покупочки. Это бытовые. Я взяла два вот таких сменных блока для автоматических ароматизаторов. Также беру их только в FixPrice. Для меня это спасение. У меня в каждой комнате стоит автоматический ароматизатор. Покупала я, правда, сами ароматизаторы в гипермаркете Магнит уже давно. И всегда расстраивалась, когда у меня заканчивался сменный блок. И мне приходилось покупать новый, потому что стоят они в магазинах обычных около 200 рублей. А это, конечно, бьет по бюджету очень сильно. И вот эти освежители, которые появились в FixPrice по 99 рублей, это просто мое спасение. А если учесть, какой ассортимент сейчас появился, это просто супер. Такие ароматы, они нереальные. И дома наполняются таким ароматом, таким запахом. Просто я кайфую. Да. И я взяла сменный баллон от фирмы Air Pure. Это освежитель с запахом кашемира. Беру его не первый раз. Он нереально вкусный. Это до того-то нежный. Нежный такой аромат. Знаете, он какой-то пудровый, нежный. Даже вот, я не знаю, какой-то, как и цветочки. И вот, знаете, вот нарисованы котятки на баллончике. И он реально почему-то по ощущениям такой, как будто ты потискал маленького пушистого котенка. Вот настолько вот такая нега, вот приятно, вот нежно. И взяла еще вот такой сменный баллончик от фирмы Doremi. Это ароматизатор со вкусом граната. Беру первый раз. Очень приятный. Он такой цитрусово-сладкий аромат. Очень вкусный. Вот просто, если у вас будет стоять на полочках фикс-прессе, вы понюхайте. Это реально очень вкусно. Я его поставлю на кухню. Но, правда, это очень опасно, потому что от такого аромата сразу разыграется аппетит. И можно будет полхолодильника смять. Но очень нравится, очень приятно. И давайте перейдем к следующим тряпичным покупочкам. И меня тоже осталось очень довольна, потому что реально классные. Сейчас я вам покажу, и вы все сами прекрасно поймете. Взяла опять вот такие маечки хлопковые для дочки. Классные маечки. Очень они мне нравятся. Стопроцентный хлопок. Сделаны они в Кыргызстане. Классно себя ведут. При стирке они не линяют, не перекашиваются. Классные маечки. Очень приятные к телу. Вот такая классная вещь. Следующая новинка нашего магазина. Это вот такие детские шортики классные. Посмотрите. Они состоят из 92% хлопка и 8% эластана. Производители также Кыргызстан. Город Бишкек. Очень классно сделаны. Приятная вот эта ткань. Да, чувствуется, что там есть эластан. Чуть они тянутся. Везде все прошито косой беечкой. Мне очень нравится. Сделана вот такая широкая резиночка. Резинка не тугая. Не будет передавливать животик ребеночку. Так что я вам советую. И сделана вот такая имитация веревочек-затяжек. Но на самом деле это просто вот такие веревочки, как бантик. Классные шортики. Супер просто. И в пару к ним взяла вот такие шортики. А эти уже шортики побольше. Также все сделано в Кыргызстане. Вот такая классная расцветочка. Так, следующее, что у нас новенькое появилось. Это вот такие классные лосинки. Тоже для деток. Вот этикеточка. Размер у нас идет тридцатка. Состав тоже 92% хлопка. 8% эластана. Также произведены в городе Бишкек. Классные. Очень приятные на ощупь. Ткань. Она и не толстая, не плотная, не тонкая. Такая средняя по плотности ткань. Очень хорошо тянется резиночка. Тоже не будет впиваться в животик. И хорошо тянутся на попки. Вот такая длина у них. Там ассортимент размерный. Размерный ряд. Расцветка тоже были разные. Я вот взяла на пробу. Но я думаю, очень будут классные они носки. И тем более расцветка по джинсу, на лето, дома бегать. Да мне кажется, даже на улицу выйти в таких лосинках, ребеночку ничего зазорного. Даже то, что цена 99 рублей, они на 99 как бы и не выглядят. Они выглядят подороже. Так что классные лосинки. Если у вас маленький ребенок и есть магазин FixPrice, присмотритесь. Очень выгодно брать такие вещички там. Также, тоже у нас новиночка. Взяла вот такую туничку дочки. Это как бы туничка-платьишко. Тоже они произведены в Кыргызстане. Размер тут уже идет 100% хлопок. Такую туничку я беру первый раз. На данный момент она мне нравится. Надеюсь, что после стирки она не полиняет, не перекосится. И если она меня удовлетворит полностью, я возьму еще. Потому что расцветка очень красивая. Все сшито пропорционально. Рукава пропорциональные. Если вы знаете, как-то завозили FixPrice другие, там то ли тунички, то ли кофточки. Там были нереально какие-то длинные рукава. Что оно смотрелось очень непропорционально. Так сшито туничка. Очень классно. Нитки нигде не торчат. Очень мне понравилось, что позади идет вот такая удлиненная спинка. Можно использовать как платьишко. Но лучше всего носить вот с лосинками. И даже в комплекте вот с такими лосинками будет выглядеть очень неплохо, нарядно. Как раз вот по-детски. Для девочек то, что надо. Следующая покупочка. Что меня как бы удивило, порадовало. Наконец-то появились какие-то новые игрушки в FixPrice. А то завоз постоянно был один и тот же. Это вот такой слоненок. Пластмассовый слон и с пластмассовыми колечками. Все сделано очень качественно. Без всяких зазубрин. Красивая расцветка. Ничем пластмасса не пахла. И вот, судя по этикетке. Было это упаковано в сетчатый мешочек. Вот такая этикеточка. Как вы видите, стоит 99 рублей. Игра называется «Набрось кольцо». То есть, вот эти колечки нужно набрасывать на хобот слоненку. И написано «Игра развивает координацию движений». Можно играть одному или в веселой компании друзей. Производитель у нас, как всегда, Китай. Написано, что для детей старше трех лет. Но моей дочери очень понравилось. Конечно, мы еще не накидываем эти колечки. Но ей нравится на руки надевать, бегать с ними. И сам слоник ей понравился. Она берет просто вот как пирамидку собирает и вот так вот надевает эти колечки. Очень классный слон. Я вам советую за 99 рублей такую вещицу купить. Это, конечно, оно того стоит. И следующая покупочка, последняя на сегодня, это моя хотелочка. Да, я ее искала целый месяц. Она мне понравилась. Увидела я ее на канале у Маргариты с канала «Скрепка лайф». Маргарита, привет! Вот я купила вот такой блокнот творческого человека. Я сразу скажу, это не такая нужная вещь. Она в быту совершенно как бы не необходима. Можно спокойно жить без нее. Но именно для творческих людей, кто занимается каким-то хобби, рукоделием, это очень хорошая идея. В чем смысл данного блокнота? Тут все страницы, они представлены вот таком виде. С различными иллюстрациями. Их очень много тут разных. Конечно, в этом блокноте можно писать без проблем. Но я его взяла для своего ежедневника. Да, подсмотрела идею я у Маргариты. Для того, чтобы использовать их в качестве разделитель. И мне очень понравилось, потому что классные картинки, такие милые. Я уже тут, конечно, повырывала листочки. Уже в ежедневник их пришпандорила, как говорится. Так что, о, одна страничка как раз упала. Вырываются они очень классно. Дороколом проделывается. Классный блокнот именно для рукоделия, для творческих людей. Мне кажется, он даже будет удобен для тех, кто занимается скраббукингом. Потому что настолько классные иллюстрации. Там еще были вот такие блокноты такого формата в точечку. Кто подсел на тему канцелярии, знает, что есть такая разметка точечкой очень удобная. И фон таких листочков, он более нежный. И там нарисованы, точнее сделаны изображения с картин различных художников. И такие блокноты тоже различаются по тематикам конкретных художников, авторов. Так что можно найти на любой вкус. И вот для меня это была моя такая хотелочка. Я ее загорелась и я рада, что я ее нашла. Ну вот и все покупки на сегодня. Я надеюсь, что они вам понравились. Что вам понравилось видео и вызвало у вас только положительные эмоции. Если это так, поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Давайте дружить. Я буду этому безумно рада и буду счастлива. И спасибо вам за внимание. Пока-пока.